Одинцова стала участником всероссийского конкурса лучших проектов по формированию комфортной городской среды. Инициатива Минстроя России проходит с 2018 года и вовлекает жителей в живое обсуждение развития и благоустройства своих населенных пунктов. Наш город, самый любимый, самый дорогой, впервые участвует в данном конкурсе по малым городам и историческим поселениям. Это стало возможным благодаря увеличению численности населения до 200 тысяч, то есть добавили новую номинацию. Для разработки конкурсной заявки выбрали центральную площадь и городской парк. Данная территория была выбрана не случайно, за нее проголосовало наибольшее количество людей, поэтому она самая важная, самая значимая и она очень хорошо подходит для заявки на конкурс Минстроя. В Одинцовской библиотеке номер один провели первую встречу серии проектных сессий. На семинаре обсудили проблемы и преимущества выбранных территорий, существующие группы пользователей и необходимые функциональные зоны. Марина Александровна живет в Одинцове уже 50 лет и вспоминает, что когда-то на месте площади были песчаные карьеры, глина и статуя Ленина, смотрящего на болото. За полвека все кардинально изменилось, но еще есть куда стремиться, отмечает жительница. Покрытие надо поменять, всю эту плитку и все, потому что неудобно ходить. Облагородить пруд, детские площадки, озеленение. Участники семинара разделились на команды и с помощью карты стикеров создавали, а затем презентовали свои проекты по наполнению общественных пространств. Для машин, да, вот здесь сюда идут, а здесь сюда идут. У нас же две части. Ну, да, и по центру зеленые. Да. Каждый год в этом конкурсе участвует около 350 малых городов России, но побеждают из них только 60. Заявки принимают до 1 июня. Затем их рассматривает экспертная комиссия, а в августе на церемонии награждения объявляют результаты. В случае выигрыша ваш город в августе сможет получить федеральный грант в размере 106 миллионов рублей на реализацию вот этого самого проекта, ради которого мы сегодня собрали жителей. В ближайшие месяцы такие проектные сессии будут проходить регулярно. Участие в них – прекрасная возможность для жителей сделать свой личный вклад в развитие города. Полина Толмачева, Илья Павлов, телекомпания «Денцова». Продолжение следует... Продолжение следует...